Беременность и роды – серьезное испытание для любой женщины. Существуют особые вещества, которые заставляют все клетки тела работать как единая система, выполняя те или иные задачи. Речь идет о гормонах. Роль гормонов колоссальна. Любое минимальное изменение их уровня приводит к изменению работы миллионов клеток организма. Именно благодаря гормонам мы способны к размножению сохранению беременности и внутриутробному развитию. Поговорим о гормонах при беременности. Все начинается с хорионического гонадотропина. Моментом, который запускает гормональные изменения в организме, является внедрение плодного яйца в стенку матки. Во время имплантации клетки плодного яйца образуют ворсинки, которые соединяются с кровеносными сосудами матки, вместе образуя особый орган хорион. Хорион и продуцирует первый гормон беременности, который так и называется хорионический гонадотропин человека или ХГЧ. ХГЧ в организме здорового человека образуется только при беременности, ведь только в этом случае и развивается хорион. Это позволило использовать определение этого гормона для диагностики наступления зачатия. Простейший аптечный тест на беременность основан именно на определении ХГЧ, выделяющего с мочой. Уровень ХГЧ напрямую зависит от развития хориона, а значит от срока беременности. Он увеличивается в два раза каждые два дня, достигая своего пика на 8-10 недели. При этом его уровень отличается от исходного нулевого в 100 тысяч раз. После он начинает постепенно снижаться, оставаясь практически на одном уровне во второй половине беременности. По темпам при ростах ХГЧ в крови в первом триместре можно судить, нормально ли развивается беременность и плод. Появление этого гормона в крови является сигналом организму о том, что наступила беременность и требуется перестройка всего обмена веществ. ХГЧ обеспечивает поддержку жизнедеятельности желтого тела в яичнике, блокируя наступление следующей менструации. Само по себе присутствие ХГЧ в организме никак не ощущается женщиной, однако именно этот гормон стимулирует выработку женских половых гормонов, которые вызывают изменения самочувствия. Эстрогены представляют собой группу гормонов, основными из которых являются эстрон, эстрадиол и эстриол, вырабатывающихся преимущественно в яичниках. Во время беременности уровень эстрогена в крови женщины повышается в 30 раз. Эстрогены при беременности влияют на многие важные моменты развития плода, например, на скорость клеточного деления на ранних сроках формирования эмбриона. Под их влиянием увеличиваются молочные железы, в них развиваются и растут млечные протоки, готовясь к лактации. Грудь женщины набухает и становится более чувствительной, оказывают влияние эстрогены при беременности и на общее самочувствие. Могут стать виновниками появления головных болей, головокружения и бессонницы. Считается, что эстрогены придают будущей маме особую женственность при беременности, она как будто расцветает. Однако они же могут быть причиной избыточной пигментации кожи или выпадения волос. Эстрогены способствуют увеличению размеров матки, а также участвуют в подготовке организма к родам. Повышают чувствительность мышц матки к окситоцину, размягчают соединительную ткань шейки матки, способствуя ее раскрытию. Прогестерон является гормоном, сохраняющим беременность. Основным его источником в ранние сроки беременности является желтое тело, а когда после 12 недель оно исчезает, его функцию берет на себя плацента. Во время беременности уровень прогестерона постепенно возрастает, максимальный его уровень может в 20 раз превышать исходный. Прогестерон при беременности препятствует наступлению следующей овуляции, блокирует иммунный ответ организма мамы на плод, как на чужеродный объект, активизирует ответственные за выработку молока зоны молочных желез. Под влиянием прогестерона слизь в шейке матки становится густой, образуя так называемую слизистую пробку, защищающую содержимое матки от внешнего мира. По мере увеличения срока прогестерон при беременности способствует растягиванию и расслаблению мышц матки, препятствуя преждевременному прерыванию беременности. Но здесь он не избирателен, расслабляет любую гладкую мускулатуру. Если в случае с маткой это хорошо, то его влияние на другие мышечные органы приводят к различным недомоганиям. Так он расслабляет мышечный жжом между желудком и пищеводом, из-за чего беременных женщин часто мучают тошнота и изжога. Делает кишечник менее активным, вызывая запоры и вздутие живота. Снижает тонус мочеточников и мочевого пузыря, что способствует учащенному мочию спусканию и увеличивает риск воспаления почек. Снижает тонус сосудов, приводя к задержке жидкости в организме, отечности, падению давлению и варикозному расширению вен. Кроме того, прогестерон влияет на нервную систему будущей мамы. Именно он виноват в сонливости, раздражительности и перепадах настроения. Релаксин усиленно секретируется в яичниках и плаценте на поздних стадиях беременности. Релаксин расслабляет шейку матки во время родов, ослабляет связь лобкового симфиза с другими тазовыми костями. Таким образом, этот гормон готовит организм мамы к родам. Кроме этого прямого эффекта, релаксин способствует росту и образованию новых кровеносных сосудов, что сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивает продолжительность жизни женщин, перенесших беременность и роды. Пролактин – гормон гипофиза, отвечающий за лактацию. При беременности его уровень возрастает в 10 раз. Пролактин при беременности стимулирует рост и развитие молочных желез, постепенно подготавливая их к выработке молозива и молока. Под его воздействием меняется строение и размер груди. Жировая ткань заменяется на секреторную. Кроме того, он регулирует обмен и состав околоплодных вод, участвует в водно-солевом обмене, повышает порог болевой чувствительности перед родами. Повышенная концентрация пролактина при беременности также необходима и ребенку, так как гормон способствует развитию легких и участвует в образовании сурфактанта. Основным свойством окситоцина при беременности является способность вызывать сильное сокращение мышц матки. Также окситоцин способствует выделению молока из молочных желез. Существует мнение, что этот гормон оказывает воздействие на психику будущей мамы, вызывая чувство привязанности и нежности к ребенку, а также чувство удовлетворенности, спокойствия и безопасности, снижает уровень тревоги. Максимальное количество окситоцина вырабатывается в конце беременности, что является одним из пусковых механизмов родовой деятельности, а в кровь этот гормон выбрасывается преимущественно в ночное время, поэтому чаще всего роды начинаются ночью. За пару недель до родов гормональные изменения при беременности вступают в новую фазу. Организм ударными темпами перестраивается из сохраняющего беременность в рожающей. С 36 недели беременности отмечается повышение секреции эстрогенов и снижение содержания прогестерона. Повышение уровня эстрогенов ведет к увеличению содержания простагландинов матки, которые, попадая в кровь, стимулируют секрецию окситоцина в гипофизе у женщины и плода, вызывают разрушение прогестерона, а также непосредственно запускают роды, вызывая сокращение мышц матки. Все гормональные изменения при беременности направлены на нормальное протекание беременности и благополучные роды. Если организм по каким-либо причинам не справляется с гормональной функцией, то врачи рекомендуют замену собственным гормонам гормональные лекарственные препараты, призванные скорректировать имеющиеся нарушения. Назначение таких препаратов требует взвешенного подхода, но альтернативы им пока не найдено.